Приветствую всех, кто подключился к нашей онлайн-конференции. Меня зовут Юлия, я буду проводить её для вас. И сегодня у нас в гостях Юрий Шумский, председатель Белорусского общества охотников и рыболовов. Юрий Иванович, здравствуйте! Добрый день! Я знаю, что 97 лет уже этой организации, 95 тысяч членов состоит, поэтому вопросов много и от охотников, и от рыболовов. Буду вам зачитывать, получать ответы, но напоминаю, что пока в прямом эфире идёт онлайн-конференция, вы можете ещё оставить свой вопрос, мы попытаемся на все ответить. Да. И во всём разобраться. Хорошо, давайте начинать. Первый вопрос Андрея из Минска. Добрый день, собираюсь с друзьями на охоту. Обязательно ли нам быть членами БОР, или можно получить какое-то одноразовое разрешение? Андрей, вот решил стать охотником. Для того, чтобы охотиться у Республики Беларусь, не обязательно быть членом Беларусьского общества охотников и рыболовов. Основной документ, по которому разрешает законодательство охотиться, это государственное удостоверение на право охоты. Для того, чтобы его получить, надо пройти курс обучения, оплатить деньги, сдать экзамены, как в ГАИ, на компьютере. Там перечень вопросов касающихся биологии, и зверей, и птиц охотничек, и техники безопасности, и другие правила охоты. И это государственное удостоверение основанием является для приобретения оружия. Ну а членство Беларусьского общества охотников и рыболов добровольное. Добровольное. Хорошо, но просто так, получив какое-то одноразовое разрешение, никуда не подъедешь. Ну не одноразовое, государственное удостоверение. Нужно удостоверение, которое... Надо сдать экзамены. Это, Андрей, не так просто. Почитайте. Всё, я думаю, что есть в интернете. Было бы желание, мы поможем. Вот, да, можно задать вопросы, и на сайте можно спросить. Я думаю, что Андрей разберётся. Игорь спрашивает, планирую в следующем году пропустить охотничий сезон. Вот Игорь передумал. Нужно ли мне платить членский взнос, если не буду ходить на охоту? Можно не платить. Можно не платить. У нас принято направление Республиканского совета. Каждый год принимается размер ежегодных членовских взносов в декабре месяце. Обсуждаем. И никаких штрафных санкций, никаких исключений из членов БОР, не уплативших взносы, по разным причинам нет. Человек год пропустил, два пропустил. Он может потом прийти, оплатить без вступительного взноса, только показать билет, что он являлся членом БОР год-два назад, платит на год членовские взносы и продолжает охотиться. Понятно. Владимир из Минского района планирует завести охотничью собаку Таксу. Есть ли БОР специалисты-кинологи, чтобы помочь в выборе собаки, а также для дальнейшей дрессировки? Нужно ли будет собаку чипировать? Белорусское общество охотников и рыболов в соответствии с указом президента на Белорусское общество возложена обязанность регистрации охотничьих собак. С 2014 года для регистрации собак необходимы документы, подтверждающие ее происхождение, то есть родословно, что собака, бабушки, дедушки, родители, что они именно этих кровей, что эта собака именно Такса. Именно Такса? А вдруг это не Такса? Да, и такое может быть. Есть документ, а для того, чтобы потом зарегистрировать, необходимо либо чип, либо наколка, номер, но это законодательство, номер. Номер собаки. А вот выбрать, вот Владимир еще как бы хочет выбрать и подрессировать с вашей помощью, это возможно? Ну, дрессировка это такой индивидуальный процесс. Есть люди, специалисты, которые могут оказать помощь в дрессуру. Простейшие азы наши специалисты тоже. У нас в системе БОР есть штатные кинологи. Кинолог, главный республиканский кинолог и в каждой области кинологи областные. И регистрация собак. Основная масса их является экспертами охотничьих собак. Главный кинолог Татьяна Александровна Шумакина, она эксперт международной категории. Она ездит по разным международным выставкам, мероприятиями, его приглашают. Скоро она поедет в Литву. Ну, это уровень специалиста, говорят. Оказать содействие можем, но все равно, мое мнение, я держал собак с детства и сам тренировал, гораздо больше получаешь удовольствие от работы с собакой, когда ты сам понимаешь ее. Не просто кто-то научил, но все равно это будет дрессура, все равно будет платная. А когда ты ее воспитал, с женячего возраста, она член семьи, она родная душа, ты постигаешь какие-то азы, но это не заменит ничем. Ясно, спасибо. Сергей из Бабуруйска пишет. К нам приезжают друзья иностранцы. Они заядлые охотники, в основном ходят на кабана и косуль. Думаем, свозите их к нам на охоту. Скажите, когда у нас можно охотиться на кабанов, где какие документы оформлять, а также можно ли где-то взять в аренду ружье. Ну, скорее у Сергея вопрос, как организовать для друзей иностранцев охоту своими силами и возможно ли это, или надо обращаться за помощью. Сергей сам не может организовать охоту для иностранцев. Сводить просто по природе, погулять, в лес показать, это да. А поохотиться это надо охотпользователь, либо наш, либо другой охотпользователь, ну, я имею в виду хозяйство Белорусского общества, охотника, рыболова. Оформляется охотничий тур, заключается договор. Если человек едет со своим оружием за рубежа, туроператор, любой сейчас может быть, это охотничье хозяйство, оформляет. Воз оружия, разрешение МВД, для этого надо данные, какое оружие, калибр, сколько патронов человек везет. Представитель встречает в аэропорту или на границе, помогает растомаживать, законно ввозит, сопровождает и в каком-то хозяйстве определенно охотится на определенные виды зверей, которые интересны. Там, соответственно, цена есть на каждый вид, на каждый трофей. Что касается кабана, то с 2014 года кабана добывать можно, использовать нельзя. Решение правительства, в связи с предотвращением распространения африканской чумы. То есть употреблять в пищу нельзя? Нельзя. Ни трофея, ничего. Добыть можно, но его надо утилизировать. А косуля, лось, олень, это можно, это трофей. Мы можем помочь, подсказать, организовать охоту. Также есть арендное оружие, но не вообще в охотничьих хозяйствах есть арендное оружие, которых есть, там и в Могиленской области есть. То можем, человек не едет со своим оружием, заключается договор, опять же, охотничьиатуры и договор на аренду оружия. И проводится охота со штатными работниками. То есть, Сергею нужно обратиться к вам, я так полагаю, и вы поможете для своих друзей ему организовать самостоятельно. Он это сделать не может, так как у него нет на это никаких разрешений. Правильно? Да. На кабана можно охотиться круглый год, но его стало очень-очень мало. Уже не стоит, наверное, на него так много. Ну, мы добываем его все равно, потому что это решение правительства. Косули становится больше, популярностью пользуются, трофеи косули. С 1 октября будет массовый сезон загонной охоты на копытных косули, лось любого пола и возраста. Сейчас только трофейные и селекции. Понятненько. Виталий пишет, что он рыболов-любитель. Подскажите, где у вас проводятся какие-нибудь тренировки, чтобы мне из любителя стать спортсменом? Вот такой вопрос. Ну, я Виталию посоветовал бы почаще бывать на спортивных мероприятиях. График этих мероприятий у нас есть на сайте, где проходят разные этапы чемпионатов. Если сам не посмотрит, как спортсмены именно рыбачат, какие снасти, какие есть нюансы, он это и самому попробует, он это не достигнет. У нас есть соревнования районного, областного, там есть отборочные, мы у всех приглашаем, пожалуйста, принимайте участие. Как таковых курсов, ну, нет таких курсов. Есть мастер-классы на разных мероприятиях, там, азы постигают, но все нюансы именно, ну, это спорт. Ну, то есть надо взять, я так полагаю, логично какого-нибудь спортсмена действующего, попросить его, как бы, быть тренером какой-то период, чтобы... Ну, вместе с ним порыбачить и на соревнованиях поучаствовать, посмотреть именно все нюансы, специфику этих соревнований. Мы же много рыболовных мероприятий, чем дисциплина рыболовного спорта официально зарегистрирована в Беларуси. Да, мы же не знаем, на что Виталий хочет ловить в этом спорте, вот, каким видом... Виталий, в общем, есть много специалистов в своей области, тут индивидуальные тренировки, наверное, помогут больше. Ну, и, конечно, посещайте соревнования, сначала поймите, надо ли вам это. Да. Ну, какие документы, спрашивает Антон из Бреста, необходимы, чтобы вывести охотничий трофей за пределы Беларуси и как это все оформить? Ну, вывести можно охотничий трофей, законно добытый. Законно добытый. Да, понятно. Представляется необходимый документ в ветеринарную службу районную, там выдается сертификат, определенные анализы делаются, и этот сертификат при вывозе за пределы, на границе или в аэропорту меняется на международный сертификат. Но для того, чтобы это надо все равно показать, что это официально законно добыт, для иностранцев вывоз этих документов оформляет наше охотничье хозяйство. Руководитель, охотовед едет всю эту бюрократию, занимается и сопровождает до аэропорта или до границы с трофеем, помогает перейти границу, чтобы не было нюансов. Законодательство все это разрешает. Екатерина Испинска пишет. Добрый день, поясните, пожалуйста, ситуацию с охотой на зубров. Вроде эти животные находятся под ограной, но охота на них разрешена. Это как? Когда на них можно охотиться и сколько человек нужно для охоты на зубр? Зубр, ну как ни парадоксально, он в Красной книге, но на него можно охотиться. Он статус бинарный, охотиться можно на особей, которые определяют, что он уже может, он больной и может скоро там пасть. Там зрение и прочее, но это комиссия определяют и дают определенное количество, выбирают эти особи и их, чтобы они не пропали просто в дикой природе и потом их там утилизацией заниматься. А именно, чтобы на этом заработали, он пользуется популярностью у определенных людей, он не дешевый этот зубр, трофей зубра. Там по системе еще и еще идет оценка именно трофейных качеств. А охотиться, ну, потому что это охота там с подхода, это выбирается зверь, там много человек, ну один охотник, а вторые остальные наблюдатели. Ну, это уже... Ну, команда охоты на зубра, сколько обычно? Один человек и руководители охоты. То есть они вдвоем вышли на зубр? Основное, это же дикий зверь все равно, и он может подшуметь, можно техника безопасности. Ну, соберутся целый хор, если видите, то, наверное, много они не увидят там этот зверь. Ну, это конкретный зверь, то есть его определяют, и только на него разрешение. А никак не перепутаешь с кем? Конечно, нет, ну, разве можно его перепутать? Нет, руководитель охоты именно покажет этого зверя и скажет, вот этого можно добывать, без команды этого никак. То есть в самостоятельном режиме все равно не поедешь в свои компании, но уже сопровождаешься? Конечно, конечно. И хозяйств, их же немного. Там Белорусская пуша, Нацпарк Припятский, там Грудненской области, Озера есть, там Нолибокская пуша, зубры, очипоевская популяция зубров. То есть их много в Белоруссии, но не так, как зайцы. Ну, понятно, ну и не на всех можно охотиться, правильно? Да, да. Ну и круглый год, правильно? Да. Даниил из Минска пишет. Добрый день, скажите, пользуется ли спросом работа таксидермиста? Есть ли в Беларуси такие специалисты и куда нужно идти учиться, чтобы получить такую профессию? Даниил хочет стать таксидермистом. Ну, если у него есть желание, я ему подскажу, у кого поучиться. Простейшие азы при таксидермии, при обучении в Белорусском государственном теологическом университете, когда готовят охотоведов, там есть. Ну, это все равно азы. Это надо человеку, чтобы было желание, в первую очередь. А вообще нюансы, конечно, это надо у специалиста посмотреть, как что это, и препараты химические, как правильно препарировать, как правильно снимать шкуру, как слепить с естественного вида, чтобы чучело не потеряло естественных качеств. Это, естественно, мастерство скульптуры должно быть, ну и нюансы вот этой работы есть. Естественно, таксидермия пользуется спросом, кто хочет это сделать. Оно не дешевая, конечно, работа, это, я мог бы сказать, искусство. Потому что есть, можно сделать, зверка показать так, что он не будет похож на свою особь в естественной природе. Есть фирмы, которые на этом зарабатывают, есть люди, которые частным образом занимаются. Есть медальоны, есть, полный рост делают. В общем, специалистов хватает? Пусть обращаются, мы подскажем, поможем. То есть к вам? Да. Хорошо. Даниил, пожалуйста. Юлия из Минска спрашивает, что же делать, если вижу на водоеме нарушение правил вылова? Ну, я бы посоветовал, конечно, сразу звонить дежурную службу Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. Это специализирована организация, которая контролирует соблюдение законодательства и правил охоты, и ведения охотничьих проездов, и правил любительского рыболовства, и в лесу, и законность рубок всяких. Ну, еще лучше сфотографировать, снять на видео. Ну, если это получается, да, это как доказательная база, что... Помочь. Да, помочь нарушителям правил лова рыбы зафиксировать, да. И звонить по номеру. Так. Номер. Минский. 39, 500. Ну, это 8, 017. Да, 8, 017. И МТС 8, 033, 333, 6, 3, 0. Ну, очень даже по-моему. Ну, на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного тоже есть этот номер, номер дежурного. Тут же сразу дежурный сообщает, какая-то рейдовая бригада ездит поблизости, да, и сразу выйдут. В общем, товарищи... Только будут все благодарны, законопослушные граждане. Записываем номера и в случае чего звоним. Вот есть и мобильный номер, телефонный, городской. Я думаю, что очень просто рассказать о таком правонарушении. Сергей пишет. Добрый день, я рыболов-любитель. Получается, выехать на рыбалку не каждое лето. Однако лет 20 назад, когда был еще совсем ленцом, рыбачили в родной деревне чуть ли не каждый день. Хочу отметить, что раньше как-то рыбалка удавалась. Рыбы было больше. Как сейчас происходит зарыбление белорусских водоемов? Вот это вечная тема рыбы. Раньше и солнце светило ярче, и рыба была больше. Сергей вырос в деревне, и я тоже вырос в деревне. Я вырос на двух реках Волма и Фислаш. И наше деревне называется Междуречья. Между двух, да. Судя с его вопросом, он каждый день раньше ходил на рыбалку. Сейчас он так ходит или нет? Не каждое лето. Он пишет, не каждое лето. Да, тогда и уловы были. Возможно, было раньше больше рыбы, но что касается зарыбления на сегодняшний день, то да, наше общество зарыбляет с 2014 года, зарыбляют водоемы. И водоемы не арендные, а водоемы доступны для всех граждан. Если по законодательству, то это общедоступные водоемы, которые любой может прийти рыбачить. А рыбачить у нас рыбалка вся бесплатная. До пяти крючков, пожалуйста. А даже в запретные периоды, когда нерест, с берега одной удочкой, одним крючком тоже разрешено. Светлое время. Красно-Собоцкое, Лепельское, Мышанка, реку Днепр, Припять, многие другие водоемы. Всего вселено около 130 тонн рыбы, свыше 600 тысяч экземпляров. Мы за деньги взносы рыболов, которые ежегодно платят, мы закупаем рыбопосадочный материал на предприятиях, на рыбхозах Министерства сельского хозяйства. Готовится обоснование специалисту, какой вид рыбы туда можно зарублять, какое количество в этот водоем. И защеляем. И ежегодно получается зарубление. Даже весной, сейчас в этом году уже провели зарубление. Правда, хотелось бы больше, чтобы был выбор посадочных материалов, более ценных рыб. Например, проблема судака с зарублением. Ну, нету его, да. Надо тогда ввести запрет на два года, пусть растет. Нет, нет, пусть ловят, его хватает. Хотелось бы больше, рыболовы хотят. И мы готовы это, но нету где купить рыбосадокову. Со шукой не всегда. Хотелось бы тоже ее больше, потому что тоже пользуется способом. А вот она уж приживается там, вы как-то отслеживаете, сколько из зарубления остается? Ну, это невозможно отследить. Основной вопрос, когда идет зарубление, зарыбили, чтобы какой-то период, там, 3-5-10 дней, там не ловили на этом месте. Потому что рыба пока освоится в этом водоеме, пока разойдется. Да, и ее выпускают, она, ну, в одном месте находится. Некоторые, мягко говоря, нехорошие рыбаки, они туда быстренько, ну, это неправильно. Надо ждать и пережиться. Конечно, конечно. Мы зарубляли мальком, вот шуку из Сома, зарубляли Петрович из Козелегорского водохранилища. То есть весной покупали маленького малька. Как он же там с икринки там мелочь, там и ложками считали, все вредно. Ну, там покупаем там тысячи этих, десятки тысяч экземпляров. А что покупаем? Просто воду или маленькой ложкой считали, сколько в этой основной ложке мерной, да. И потом, сколько в ведре, сколько в бетоне, там, перешлили, вот своя специфика. И как вот он прижился, этот малюк, это вопрос. Там развозили, там, я свод помогаю, госинспекция по весне. Такое мероприятие было. Да, ну, люди есть, не безразличные, спасибо им огромное. И мы это делаем. Ну, и график зарубления, он же, ну, есть. Ну, как так вот, у нас есть совет, куда входят представители госорганов. Ну, и общественных организаций, там, как БРИК, там, и другие организации, мы собираем, и спортсмены рыболовы, собираемся, обсуждаем. Мы собираем информацию с мест, что люди хотят, какие водоемы, и потом коллегиально определяем, надо, не надо этот водоем. Ну, сейчас советуются, и общим голосованием принимается решение, да, по этой области, там, такие водоемы, по этой, такие. Те уже были в прошлом году, там, это уже... Пусть растет то, что зарублено, да. Да, и как такой график, это есть вещение зарубления, и есть ощущение. Ощение более массовое, есть больше рыбопосадочного материала. Ну, и всегда это происходит в период, когда можно свободно перевезти рыбу. Зимой она замерзнет под лед, летом жарко, может, при транспортировке тоже погибнуть рыба. Такой период, чтобы при транспортировке она не погибла, это осень, да, сентябрь, октябрь, апрель, май. А уже осенью знаете, что здесь зарубление? Да, у нас есть водоемы. График? Ну, не график, чтобы по дням, а именно намечены уже водоемы, которые будут проходить зарубление. Это секрет? Нет, я сейчас просто не помню. Вот сейчас мы зарубили Крыжовку в Гомельской области, Лунецком районе, а в Брестской области, Лунецком районе, водоем большой для рыболовок. Именно не арендный, именно доступный для всех. Ну, арендный арендодатель. Арендодатель, это он там зарубляется. Юрий из Вилейки пишет. Улетаясь рыбалкой, чаще всего рыбу отпускаем. Но что делать, если выловил щуку? Она оказалась меньше 40 сантиметров в разрешенный период, и после извлечения из неё крючка смысла выпускать её уже нет. Какая ответственность предусмотрена, если действия были не намерены? Ну, так бывает, да? Бывает, но законодательно получается, что есть установленные размеры. Да. Да? Да. Ну, я не знаю, наверное, усмотрение инспектора будет. Поверит он, ну, препарирует, надо доказать, что она при вылове уже не жизнеспособна. Наверное, проще её... Отдать водоёму, и там разберутся другие щуки. Потому что фактически, получается, по букве закона, это нарушение. За это предусмотрено наказание, по-моему, до 50 базовых. Очень дорого у нас, кстати, нарушать правила рыболовства. В общем, отдаём её водоёму, и там её подружки-щуки разберутся. Или чайки. Или чайки. Понятно. Виктория Сдержинска пишет, срок без визы в Беларуси увеличен до 30 дней. Рассчитываете ли на иностранных охотников и рыболовов, и какие условия у нас созданы для таких гостевых рыбалок и охот? Мы очень и уверены даже, что это способствует развитию и охотничьего туризма, и в целом туризма в нашей стране. Это правильное решение. Мы же работали уже в период, когда 5 дней без визового режима, через аэропорт можно. Но для определённых видов охоты этого недостаточно. Это фактически получается трое суток охоты. День прилёта, это не везде, рядышком с аэропортом есть хозяйство, чтобы сразу с корабля на бал. Это надо ехать 200-300 километров, всё равно. Это дорога, люди... Ну, уже уставшие, куда... Ну, да. И день вылета, это уже тоже, считается, что время потерян. Например, для охоты на лося во время гона, там... И с первого дня можно, но это охота. А можно и 3-4, а можно и на пятый не успеть. И мы очень надеемся и верим, что это только на пользу будет. Ну и рыбалка уже можно 3 дня. Ну, рыбалка тут нюанс, рыбалка у нас бесплатная для всех. Поэтому тут, если платные водоёмы, арендные водоёмы, там заработок. А так, у нас, наверное, неправильно создана рабочая группа по внесению и изменению правил рыболовства при Министерстве сельского хозяйства. Будем предлагать, чтобы для иностранных граждан рыбалка была платная. Ну, для нас же у рыбалки. Ну, тут будет такой вопрос. Мы ещё на этом остановимся. Какие условия у нас созданы для гостевых рыбалок и охот? Ну, мы говорили, что... А там, наверное, вопрос. В каких выставках, да? Ну, про условия, вот это ещё предыдущие, от Виктории Дрожинска. Ну, я думаю, что и охотничье, и рыболовное хозяйство рады иностранцам. Конечно, рады. Я приведу пример, например, на глухаря охота. В среднем она приносит доход около 1000 евро, если иностранец добывает. Это очень хорошая сумма денег. Беларусь, естественно, не заплатит таких денег. Для нас она обходит там 200-300 рублей. Ну, это трофей, там, покушать, там, семью не накормишь им, но это удовольствие, это таинство, это такая интересная охота. Три-четыре утра послушать, как он такует, он своеобразный звук, там, шипение, щелкание, определенный звук этого шипения, две секунды, он не слышит, когда к нему можно подкатиться. Да, это делается два-три шага. Это еще надо уметь подвести. А по поводу проживания и прочего, у нас недостаточно своих охотничих баз, но мы тесно сотрудничаем с агроусадьбами. В каждом районе практически есть, где остановиться, такой, ну, хороший симбиоз. Наши охотничьи в воде, организация охоты и добыча трофея, а там проживание, питание, все только на пользу страны. Михаил интересуется, куда идут членские взносы БОР, сколько на сегодняшний день людей состоит в обществе и какие преимущества дает это членство? Ну, у нас есть и охотники, и рыболовы. Это понятно, потому что общество охотников и рыболовов. Куда вот взносы распределяются? Ну, вообще, система такая, на 1 января у нас было, уплатило членских взносов почти 80 тысяч всего человек, охотников, у нас было, охотников и рыболовов почти 39 тысяч, и остальные рыболовы, чисто рыболовы. Охотничьи взносы принимаются в районе, человек является членом районной организации, и часть их взносов, перечисляется 15% на, я не боюсь назвать, на содержание бюрократов в республике, в том числе, и меня, но это малая доля, там 15%, 20% на область, остальные остаются на развитие охотничьих хозяйств, это на разные расходы, содержание штатных работников, оплата аренда охотничьих в воде, и оплату соревнований за счет взносов, они же неприбыльные именно соревнования охотничьих. Рыболовные взносы, половина этих денег идет на, аккумулируется в исполнительном аппарате в Минске, из них половина, когда и больше, тратится на зарубление фонда запаса. Это 200 тысяч динаминированных уже денег, свыше 2 миллиардов денег на зарубление фонда запаса по общей стране. Часть этих денег идет на проведение спортивно-массовых мероприятий, и часть этих средств идет на финансирование наших спортсменов, участие в международных соревнованиях и их поощрениях. Сборная, да? Да, сборная, семи дисциплинов. И взнос за участие нашей команды мы оплачиваем, а дальше еще там занимают призовые места от 5 до 1, там есть система поощрения, потому что спортсмены едут много за свои деньги. У нас не столько много спонсоров, чтобы финансировали. И спортсмены отмечают, что очень приятно, когда время этих затрат ложится именно на общество. Мы обсуждали долго, рыболовы оплатили, чтобы мы не проели эти деньги на созидание, на общее благо. А вот преимущество дает членство охотникам и рыболовам? Ну, рыболовам можно интенсивные способы лова. Это подводные ловы рыбы, дорожка, троллинг, да. И от 5 до 10 крючков. Можно на шуку, на судака, ставки. Охота. У нас для нечленов бор, охота в 2 раза дороже в наших угодах. Здесь хорошее преимущество. Стимул, да. Отличный стимул. У нас есть система еще поощрений, система скидок. Если человек работает в охотничьем хозяйстве, на благо. Например, малый достаток, но человек рвется на охоту. Пожалуйста, иди поработай в охотничьем хозяйстве. И добыча нежелательных видов, волок, леса. И строительство каких-то биотехнических сооружений, подкормка зимой. Там есть система баллов, оценка труда, и льготные путевки. Ну, то есть, в принципе, можно каким-то образом даже и с финансовой ситуацией ввести. Да. Хорошо. Александра Исмолевич спрашивает, в каких выставках за рубежом вы участвуете для привлечения иностранного клиента охоты или рыбалки? В 17-м и в 18-м выставки за рубежом проходят, в основном, декабрь, январь, февраль. В этой зиму, ну и в декабре прошлого года мы участвовали в Ганновер, это Германия, Дортмунд, Германия, это самая, наверное, большая выставка в Европе, охотничая выставка специализированная, и в Зальдбург-Австере. Мы место покупаем, командируем туда людей, мы готовимся, буклеты, раздаточный материал. Ну, есть ошибки, есть какие-то, сами познаем, что-то... Как и другие делают. Да. Результаты есть. Будем этим заниматься. Да, уже на этот вот, опять поедем, вернее, ну... Ганновер такая, она выставка смешанная, не чисто охотничая, а Дортмунд чисто охотничая выставка. Там съезжаются очень с многих стран люди, это и общение, уже нас знают, уже вот белорусы, вот хорошо, да, заявляем о себе. Естественно, польза, например, мы предлагаем иностранным охотникам охоту в Белоруссии на лося, с добычей пять дней проживания и организации охоты в Белоруссии, с возможностью добыть трофей до восьми килограмм весом, это охотник оставляет чуть меньше трех тысяч евро. Это хорошее деньги. Да, экономика страны. Да. Понятно. Ирина Оршин иногда читает новости про расселение благородного оленя и других животных. Скажите, прежде чем их расселить на какой-то территории, где вы их берете, закупаете за рубежом, как вообще следите за популяциями животных в Белоруссии? Или с одного места переселения? Нет, нет, нет. Хороший вопрос. Спасибо, Ирина. Отслеживает. Следит за лень. Следит, да, за развитием охотничьего хозяйства. Идея-то пришла, когда было принято решение правительства о депопуляризации дикого кабана. Он был самый такой массовый, интересный вид охоты и вкусный. Вкусный, но, к сожалению... Не вид охоты, но объект охоты очень вкусный. Но, к сожалению, так принято решение, выполняем его. А что делать дальше? Было принято решение в 2013 году вернуться к оплате государственной пошлины на право охоты. Каждый охотник страны платит одну базу. И вот за эти средства с 2014 года практически эти, почти все эти средства идут на закупку и расчеление животных. В основном это оленя благородная. В меньшей степени там лань, муфлон. Где их беру... Ну, эти деньги сравниваются к бюджетным. И процедура закупки, она вообще прозрачная. Она... Тендер. Тендер объявляется. Любое предприятие, иностранное или наше, белорусское, может участвовать. И у кого более низкие цены... Или у красивого оленя. Ну, там как не напишешь. Я знаю, я знаю. Там есть нюансы по... Ну, техзадания. Да, техзадания. Ну, основное это цена. Сроки поставки. Пишется полувозрастная структура. Сколько взрослых самок, сколько щегалетков, сколько самцов, чтобы сформировалось стадо. Ну, выиграют много литовцы. Там частный бизнес, гибкая система. Ну, да. Участвуют в Тендерахе и Припятский национальный парк. Лесхоз один в Рудницкой области тоже поставлял. Есть на севере Белоруссии. Ну, в этом году уже тоже объявлены. Кстати, мы за три года уже занимаемся этим расщелением оленям. Свыше 900 оленей уже закуплено. Завезено на наше хозяйство. Ну, и задача наводнить наши леса. И чтобы была возможность не только охотиться на лоща косули, а чтобы чищеное селение позволило именно охотиться в общее хозяйство. Это интересно. Мясо хорошее, диетическое. А вот как следите за популяцией? Кого-то становится больше, больше разрешений на охоту остается, кого-то меньше, наоборот. Ежегодно проводится учет зверя. Как? Есть несколько методов, методом картирования, методом зимних маршрутных учетов. Когда намечаются маршруты, идут, считают звери. Есть определенная методика подшетов. И вообще отмечают, что рост и рост оленя очищенности, рост лоща очищенности, рост косули. Звери у наших леса становится больше. А рыбы меньше? Мы с вами порассуждаем. Я не думаю, что рыбы меньше становится. Ловить надо уметь, да? И ловить, но я думаю, что тоже больше становится. Ну хорошо. С рыбой сложнее посчитать, да? Наверное, да. Алексей из Минска. Когда-то вы предлагали ввести коррективы в загонную охоту. Разрешать ее только с дипломированными собаками. Тогда вашу инициативу не поддержали. Что сейчас? В загонной охоте может участвовать любая собака? Слово «любая собака»? Вообще в охоте может участвовать собака охотничья. Она должна быть зарегистрирована. У нее должна быть регистрационная карточка, где написано «порода», что это лайка русско-европейская, или русская гонша, или это такса. Определенные породы собак для определенных охот были выведены раньше. Легавы – это для птиц. Норные, таксы, фокстерьеры, яхдерьеры – для норных. Но кто-то в загонной охоте использует яхдерьеры. Ну, она коротканурует, бежать может, но долго-долго будет бежать. И в загонной охоте не обязательно дипломировать. Есть у нас пашения для дипломированных собак, но не для загонных охот есть, а для гонщих. То есть 1 октября собака, имеющая диплом полевой по работе по зайцу или по лисе, для их открывается охота. А для всех остальных охотников страны с ноября месяца. А вот так вот? Да. Это стимул для того, чтобы развивать породное охотничество собаководство, и не только там вывезти эту щенка, а чтобы его воспитать, натаскать и получить диплом, чтобы она работала именно по этому зверю. Потому что, не бежая охотников, наши гонщие желают быть лучше. Я имею в виду, в плане работы по зайцу и пушнине. Очень много собак участвует на охоте на копытных. Я не бежаю, опять же, ни одного охотника, ни одного собачку. Я лично, как охотник. Я категорически против охоты с гонщим. Объясню просто, популярны не для охотников. Она вязкая собака, то есть долго гоняет зверя, у нее хорошее чутье. Она, голос красивый, охота с ней красивая, все. Но она, может, час, два, три, а то и больше непрерывно преследует этого зверка. Он, во-первых, выгонит с этих угодек, во-вторых, его можно добыть, можно не добыть, но это показало того, что зверя маловато в угодек. Меня можно критиковать, конечно. Да, я думаю, что сейчас прям начнем. Какую работу, Ян Изминска спрашивает, вы ведете в направлении популяризации белорусских охотничьих традиций и охотничьей культуры? Хороший вопрос. Ни в чем меряется килограммами мяса. Во-первых, охота – это удовольствие, это красота. До выстрела по определенному виду птицы или звери, естественно, должно быть это красиво и интересно. Но, например, мы уже практикуем третий год, показательной охоты, учим наших охотников, директоров, как она должна проходить красиво. То есть, с построения. Наверное, перо отшит с одежды, чтобы это был праздник красивый. Перо. Шляпа, перо. Обязательно мы полиализируем, чтобы все охотники были в ярко выраженных жилетах. Не только загонщики. Законодательство прописано, что... Ну, не прописано, что охотник должен быть, а побывал с рабочим визитом в Финляндии. Там законодательно прописано, по технике безопасности, что любой охотник на завонной охоте должен иметь одну треть одежды ярко выраженной. Кажется, ну ты стоишь как фонарик, как светофор, красненький или оранжевый, да, все, звер тебе бежит и не прибежит. Да ничего подобного. Звер-дальтоник. Ты не шевелись, как бы ты там... А то тебя друг увидит и не перепутает. Вот это да. И это особенно охота начинается загонная с 1 октября, там уже световой день заканчивается. Не такое солнце, редко бывает яркое, пасмурно, туманно, серость это вообще. И когда одевают камуфляж и спрятаться от звера, соседний номер не видят. Вот это... Это очень опасно. А тут за 150-200 метров смотришь, ярко-оранжевое пятнышко. Наш человек, все, в ту сторону, 30 градусов вдоль линии, нельзя никак стрелять. Ну, возрождаем, ну, возрождаем или учим культуру самой проведения охоты, чтобы было красиво фотографии, обязательно без красиво преподнести свежие, чтобы не было крови. Я всем спрашиваю, если вы не воруете, почему вы боитесь сфотографироваться? Ну, это трофей, это радость, удовольствие, это ты и память, и показатель, кто-то в соцсетях выкладывает. Ну, жалко, что. Ну, на эту тему сегодня можно поговорить или нет. Да. Ну, это трофей, это страсть, страсть определенной категории людей, да, это я про культуру охоты, традиции. По нашему мнению, каждая та же самая загонная охота, коллективная охота должна сопрождаться охотничьей музыкой горной, чтобы это мы учимся. За рубежом это гораздо больше практикуется, сказать, что там более культурные охотники, объедем наших охотников. Интересные такие элементы действия, ритуал получается. Начало охоты, начало загона, звер был добит, окончание загона, построение, выкладка красивого звера, снятие головных уборов перед звером, дань уважения этому зверу. Красиво. Мы с клубом Сафари, больше они инициаторы, в католической церкви Святой Губерт с участием Тадеуши Кондрусевича, регулярно проходит ритуал такой. У нас в Православной церкви есть Святой Трифон, святые покровители охоты, тоже уже наши районы, там западные участвуют в церкви, в Витебской области, в общих районах именно Святого Трифона и Святого Губерта и по многих районах. Класс, я даже не знала. Приглашаем. Спасибо. И очень интересно. Глеб пишет, что совсем скоро открывается сезон охоты на пернатых. Скажите, как вообще просчитываются периоды, в которые можно начинать охоту на животных птиц и когда ее необходимо завершать? Я бы хотел поздравить всех охотников. Суббота открытия охоты основного сезона на летний осенний сезон на пернатую. Хотя сезон открывается официально с июля, но тогда разрешено только со вторых выходных июля можно добывать только бекаса семейство Кульково. А сейчас разрешенные добычи, водоплавающие плюс голуби будут с сентября месяца, с субботы, с 11 числа. А сезоны они определены в правилах охоты, утвержденные указом президента, когда открывается летний осенний сезон, когда осенний зимний сезон на пушной озеро, когда сезон с 20 августа открывается сезон на охоты во время гонного на лоща-оленя, на самцов. Ну, то есть это сроки определены, они не сбегаются, это не зависит от... Ну, они каждый год не меняются. Охот хозяйства по законодательству может само там в эти сроки уменьшить срок охоты, но больше никак. Понятно. Игорь, в новые правила ведения охотничьего хозяйства и охоты планируется включить ряд изменений в области охоты на водно-болотных птиц. В роде идет сокращение видов уток, на которые будет разрешена охота весной. Расскажите, пожалуйста, подробнее про эти изменения. Ну, Игорь, наверное, не отслеживает немножко изменения законодательства. Новые правила охоты отрабатывали год, уже подписан указ, вступает в силу 25 сентябра, весну этого года вещение охоты уже проводилось по новым правилам. Сроки в рамках с марта по май они остались, но раньше было 28 дней календарных можно было охотиться. Охотпользователь выбирал либо с марта по апрель, либо с апреля по май. Это было настолько неудобно, потому что очень пользуется популярностью пролетный гусь охоты в Беларуси. И погоду нельзя предсказать, она может быть весной две недели хорошая погода, две недели плохая, пролетная птица тоже меняет поведение свое. Для охотников неудобно, для охотпользователей неудобно. было поддержано, что 28 охотничьих дней. В этот период, пятница, суббота, воскрешение, между этими днями разрешено два выходные плюс два на усмотрение охотпользователей. Между этими днями можно коммерческие туры, как для иностранных, так и для белорусских жаждан. Охотники очень благодарны, что они шли. По сокращению вида уток, я их разочарую, наоборот, увеличили. Почему? Может, обрадуется все-таки? Ну, раз он, вроде бы, идет сокращение вида уток, но нет, наоборот, увеличили два вида уток, в уголе связи для добычи. Многие критикуют, особенно прудоохранные общественные организации, охотники, то есть, в Батьковщине там ругаются, что мы там нехорошие, охотники нехорошие. Но я всем говорю, что в этом плохого, что разрешили? Кто на них обращал внимание, что, ну, не были они, никто ничем не занимался, кроме там, наверное, определенных людей, которые учетами занимались, фото, и говорили, не буду. Не будем в этом году охотникам стало интереснее эти виды уток. Гоголь не сидится в дуплянках. В этом году наше охотничье хозяйство изготовили около тысячи дуплянок для Гоголя, развесили их в охотничьем воде. Теперь знаете, где они? Мы, охотники, очень будут заинтересованы, чтобы их было больше, чтобы этот объект охоты будет привлекать, а не просто добывать. Мы в прошлые годы сделали свыше шести тысяч гнездой для уток. С Академии наук нам дали чертежи, какие... как строят домики. Защеление там небольшой процент, но они говорили, первые годы, пока утка привыкнет, ей... Ну, они сама же строили. Ну, поэтому... то есть, все к лучшему вы имеете? Да, я уверен. Хорошо. Так, у нас еще много вопросов. Александр Сихеневич из Минска. Очень длинный вопрос. Хочу попросить поднять вопрос о законности взнимания членских взносов в негосударственную организацию Белорусской Федерации подводного спорта. Мы, подводные охотники. Для занятия нужны два документа. Билет Бор и удостоверение подводного охотника. За первый мы знаем, за что платим и куда идут деньги. Ну, это про ваш, я так полагаю. Охрана, размножение, зарубление. Второй же документ очень хитро устроили. Написали на этой офисной бумажке синего цвета текст, якобы он действителен только при оплате взносов, но нет никакого обоснования, кроме внутреннего конечно же устава. Главный руководитель, где продлевают якобы действие удостоверения, отмалчивается только в сторону оплаты. Пусть огласят, для чего нужна эта наклейка голографическая, ибо даже сами инспекторы рыбохрана не могут внятно объяснить. В общем, они не понимают, куда идут деньги. Тут очень длинный вопрос из удостоверения подводного охотника. Но это, наверное, не совсем. по правилам, мы разберемся, зададим вопросы, если у Александра выконтактный, или мы письменно, но насколько я сейчас осведомленный знаю, по правилам рыболовства достаточно, чтобы у членов белорусского общества охотник и рыболов. одно удостоверение. Да, может, я чего-то не знаю, какого-то другого нормативного документа, но, наверное, его нет. Ну, раз вы не знаете, то его, наверное, и нет. Что еще надо какой-то документ, который заплатит взнос. чтобы было основание для занятия подводной рыбоохотой, да. То есть, по правилам действия сейчас рыболовства столько членов БОРа. Александр, в общем, ситуация не совсем понятная, поэтому предлагаю заполнить форуму на сайте БОРа с этим вопросом, со своими контактными данными, правильно, тогда можно сделать. И вам обязательно ответят. Обязательно. Вот, я знаю, что Юрий Иванович всегда разбирается в таких спорных ситуациях лично, Александр, не поленитесь, напишите, потому что это очень странно. Я не являюсь подводным охотником, не знаю, но если это так, это достаточно странно, потому что в правилах написано только одно удостоверение должно быть у того, кто хочет под водой ловить рыбу, правильно? Обязательно разберемся. Вот еще вопросик от Евгения. Здравствуйте. Слышал, что планируют сделать рыбалку полностью платной, для чего изменения, и как же порубачить для души где-нибудь в деревне? Ну, я уже говорил, что рыбалка на сегодняшний день в Беларуси, она бесплатная, до пяти крючков, пожалуйста. Но вы планируете сделать платную? Нет, я категорически против, чтобы для всех граждан было платное. Только для иностранных? Да, для иностранных граждан. Но это же ресурс страны, так или нет? Наверное, он должен, какой же механизм, куда поступать деньги, это надо обсуждать. Создана рабочая группа при Министерстве сельского хозяйства, он законодатель правил рыболовства и ведения рыболовного хозяйства, представители Белорусского общества в составе этой группы, идет обсуждение, но, я бы скажу свое мнение, это обсуждается, там представители всех госорганов, инспекции охраны животно-растительного мира, Министерство сельского хозяйства, Академии наук, мы, в том числе, общественной организации, но нельзя делать платную рыбалку, один курчок, это как минимум должен быть бесплатный для всех категорий. Правильно, кто-то вот на водоеме живет, ну, то есть, это его родной водоем. Даже, ну, обсуждалось, чтобы снасти, сделанные своими руками, народные снасти, когда люди раньше ловили рыбу, там, с лозы, там, или еще что-то, ну, я буду тоже предлагать и обсуждать, чтобы они тоже люди имели возможности ими ловить. Вот есть, там, чубы, мирожи, прочее, там, попробуй его сплети, попробуй, что-то там, с лови этой рыбой. Да, рыбу этими... Мирожи, да, запретить можно вообще одно. А на пользу ли это? Ну, в общем, если о платной рыбалке, то речь пойдет только про иностранных граждан. Но можно сказать, что сейчас она платная, да, членский взнос оплатил, имеешь право интенсивные способы, от 5 до 10 крючков ловить. Вроде как, это тоже платно, это постепенно... Это вклад в зарыбление. Да, но не проедание денег, а зарыбление, и спортсмены, финансирование. В общем, где-то не так, что-то там у нас услышали. Нет, может, чье-то мнение-то было, что давайте платное дело. Было предложение Министерства Породанных Ресурсов сделать платную фишкарту, пример, Эстонии. Вы не поддерживаете этого. Нельзя этого делать. Я поняла. Алина спрашивает, как организация ваша содействует в борьбе с браконьерством? Вообще, когда в аренду охотничьих хозяйств, заключается договор аренды или рыболовного водоема или охотничьих води, там арендатор охотничьих води и рыболовных обязан охранять. Это обязанность арендатора охранять охотничьих води от браконьеров. Но он такая, сейчас браконьеры стали намного хитрее, намного подготовленнее. 21 век. Есть разные браконьеры, есть очень оснащенные современными, и, кажется, чего человеку не хватает. А там и машины хорошие, и приборы ночного видения, наверное, людям чего-то не хватает. И наше охотничье хозяйство, основная масса, очень честно сотрудничает с государственной инспекцией охраны животных и растительного мира, специализированная организация, профессионалы работают и на пользу идёт. И стране охотничьим. И штрафы очень большие, друзья мои. Да, советую законно, рыбарсти охотятся. Спасибо большое, это всё, что мы сейчас успеваем. Но мы готовы к вам вернуться. Да, мы будем рады видеть вас ещё раз, спасибо большое, что пришли, вот, мне ещё подарили кепочку, спасибо большое за подарок. Раскройте, вот так. Вот, теперь у меня есть, я являюсь членом вашей организации. Вот так, делаю человечество. Вот, спасибо огромное. Кепочка по адресу. кепочка по адресу, спасибо всем, кто был с нами, до новых встреч.